Добрый вечер, друзья! Очень мало собирается, сначала обычно, моё счастье, что потом будут вебинары смотреть в записи, туда всё-таки это начало тоже кто-то увидит, поэтому больше будем стараться для тех, кто посмотрит записи. Я получаю очередное письмо, и получаю пару фотографий, вот одна из них, даже три, даже больше. Итак, давайте расшифруем, что мы имеем ещё как успех, а я принимаю именно как подарки такие сообщения, потому что это смысл моей жизни, продвигать садоводство настоящее. А сегодня мы с вами увидим, как схлестнулись фактически насмерть, прошлое и будущее нашего садоводства. Мне пришлось даже применить такую фразу, что костлявая рука смерти держит садоводство за горло и не отпускает. Будем эти руки постепенно отрубать и хотя бы разжимать. Поехали. Итак, под мой подарок. Смотрим. Галина Яковлев-Корнилова. Добрый день, Валерий Константинович. Вижу вебинар, что вы себя лучше чувствуете. Я тоже почти выздоровела. В два месяца лежала в больницах. К инсульту добавился ковид-пневмония. Тяжело было. Сейчас после реабилитации хромая персики. Персики муж передавал в больницу пробовать. Вот видите? Вкусные. Высылаем фото самого вкусного, крупного. Прошу прощения, что не могу без ошибок писать. Здорово вам, вашим родным. Железовод задает вопрос. На всякий случай. Мало же, друг с магазина. От кого эти персики? Галина Яковлева. Я ищу цветения. Всегда посылаю. Они красиво цветут. Плоды впервые дозрели. Валерий Константинович. А подробнее. От кого эти персики? Галина Яковлева. Ваши, ваши, хасанские. Из косточек непривитые на Сахалине в теплице. Город Корсаковых. Так. Вот непривитые. Но в теплице. Так. Еще, Галина. Я еще цветения сюда посылаю. Они красиво цветут. Плоды впервые дозрели. Но я вывел две фотографии, как они росли. Вот в теплице. И вот в теплице. Вот. Тогда я взял и вот эту фотографию разместил. Это все, что есть в данный момент. По три штучки высылаю. Это не всем. Я всегда пишу на всякий случай. Персиковых, хасанских нет. Летко-ретко соглашаюсь высвать три штуки, пытаясь их размазать. Колесников и Сергей Анастасии. Я прекрасно помню, что они живут на Алтае. Почему я это письмо размещаю? Оно для меня символическое. По принципу, не зря живу. Большое спасибо, что приняли заказ. Для меня так важно получить ваши качественные чернки. Дело в том, что прошлой осенью я случайно нашла ваше видео о посадке деревьев. Потом сайт. Начала смотреть вебинары. Выписала у вас книгу «Семена чернки». Так. Купили нож, камень, всю зиму училась делать прививки. Столько веток и зарезала. И вот когда весной прививки пошли, а семена дали ростки, я поняла, что все в наших руках. Все реально, нужно заниматься садовцем дальше. О питомниках говорить рано. О питомниках говорить никогда не рано. Но свой матрищный сад решили заложить в дачном поселке. К выбору участка подошли по-вашему. Вот. Ради этого фразы я и разместил это письмо. С помощью рамок. Дома близких грунтового вода. И у меня никак не получалось их понять. Но на дачах до воды далеко. 13-17 метров. На диагностику ездили три раза. И все три раза в одних и тех же местах. На выбранном участке рамки начинали вращаться. Но сын ему 15 лет. Настоял именно на этой даче. Говорят, что была вода близко в этих местах. Посталось спустяк. Выкопать колодец. Он же вместе с нами частенько вас слушает. Получается. Учится тоже. Так вот. Все летние выходные мы с семьей проводили в порядок свой запущенный и соседний брошенный участок. Частично огородили. Сделали дождевалки. Задернили. Вот. Ну и так далее. Получается так, что... А нет, не все. Дачные соседи посмеиваются над нами. Правильно? Вот. И председатель кооператива тоже. Но сын машет на них рукой. Говорит. А ничего не понимает. Он уже знает основные правила сибирского садоводства. Планируем выучить его сертификацию и прививку. Я очень надеюсь, что у нас получится вратить свой сад. И заодно юного сада. Вот. Еще раз спасибо. Так. Я тут кое-что пропускаю. Упомянув ребенка. Я бы хотел, чтобы вот этот... Вот это вот... Так сказать, как ее называть-то... Возрастная категория узнала то, чего знаю я. Вот. И то, что в школе совершает страшную ошибку. Потому что попробуйте в школе задать вопрос ученику, если Бог. Вот. Если учитель его спросит, то он вылетит со школы. Вот. Сразу же. Поэтому я кое-что пропускаю. Хотя навеяло мне. Но сегодня очень важная тема будет. Ладно, пропускаю. Вот это вот. Хотя тема это не просто важная вот это вот все. Вы даже не писать, о чем бы я обговорил. Вот. У нас очень много улучшателей. Они считают, что Бог ошибся, когда создавал все это. И природа ошиблась. Сейчас берем секретарь. Мы сейчас быстренько их это... Не туда растут. И вот получается пропустил я эту тему. Почему?